ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброго вечера всем! Доброго вечера! Мы из Украины, я из Украины, с Киевской области. И я прошу прощения, чуть-чуть задержалась. Начала читать текст, который сегодня записала. Решила его прочитать, потому что я пишу очень быстро и не всегда могу, то есть иногда могу слова переставить, то есть не дописать какие-то слова. Могу не дописать, ну это редко бывает, крайне редко, но бывает такое. И потому решила прочитать и вот настолько начала думать и размышлять об этом, что задержалась. Сейчас вы видели кадры войны, которые реально происходят у нас на нашей территории, в нашем мире. И теперь хочу спросить у вас. Скажите, так кто же мы в этой войне? Желали ли мы её или нам её грубо навязали? Кто мы? Естественно, мы участники и одновременно мы все жертвы, жертвы произвола, который сейчас совершается на нашей территории, потому как если нам объявляют о воздушной тревоге или же о каких-либо других грубых действиях, вот, например, у нас тут летают самолёты, то есть не самолёты, а вертолёты, страшный гул и всё это, но мы вынуждены всё это терпеть, мы вынуждены делать всё то, чтобы остаться живыми. Мы, если мы скажем, стоп, я против этого всего, я не хочу быть жертвой, то в этот момент тебя просто может уже не быть в этом мире. И, безусловно, нам нужны мир и победа. И я хочу прочитать стихотворение Семёна и рассказать вам бытовую историю. Я постараюсь её рассказать как можно быстрее, а потом прочитаю текст, текст учителя. Почему я делаю так, а не наоборот? Потому что после текста мне не хотелось бы более ни о чём говорить. Мне хотелось бы, чтобы у вас сохранилось состояние, которое было у меня, когда я начала думать о многом, когда у меня стали появляться мысли многие, то есть течение мысли, было очень сильное. И потому я считаю, что, прочитав текст, нужно сохранить это состояние. И я рассказываю вам бытовые истории не для того, чтобы поделиться тем, как я живу в обычном мире, в нашем земном, а для того, чтобы вы поняли скрытый смысл и подтекст этих историй. Но сейчас я посмотрю, друзья, знаете, это прямой эфир, и здесь иногда ты думаешь вот так сделать, а в момент самого этого действия вдруг передумываешь. И такое бывает очень часто. Но сейчас я хочу прочитать стихотворение Семёна. Я вот видела, Семён здесь был. И спасибо Семёну за то, что он активно так пишет такие важные строки, которые отвечают тому, что происходит сейчас. И вот стихотворение, которое называется «Теряющие лица». «Дуальный мир многострадальный, Грызёт безумная война». А душам снится остров дальний, Изумрудная волна. Как грустно жить вдали от моря, Враги сжигают счастье сад. Который год из чаши горя мы пьём вражды, Смертельный яд. Необходимо единенье всех добрых стран В боях со злом, Покуда лживое творение земной не погубило дом, Как можно с подлостью мириться. Скоты насилуют детей, Не сохраняют лиц убийцы, Под чёрной маской палачей. Всегда чудовище порождает сон разума И рвёт сердца. Кто бесам угодить желает, Проснуться может без лица. И вот ещё одно стихотворение, Молитва о мире. Так море хочется коснуться, Услышит пение волны, И вмиг от страшных снов проснуться, Навеянных тоской войны. Враги у нас моря украли, Те, кому мрак, отец и мать, Ткачи страданий и печали Желают жизнью торговать. Но наша жизнь не продаётся, Господь нам дал её в любви. О, Боже! И на дне колодца Нам радость красоты яви. Верни наш род, боготворя, Мир, веру, счастье и моря. Кстати, очень хотелось бы действительно, Чтобы это пожелание вернулось. И такая маленькая-маленькая такая ремарка, Что в прошлом году осенью Мы посетили Азовское море. Были возле Мелитополя, естественно. Мы были на каменной могиле, Но потом поехали по берегу Азовского моря. И что же мы там видели? Мы видели полностью, Вот с нашей стороны, с которой мы ехали, Отравленное море. И мы не могли понять. Вроде тепло, солнце светит, А людей на пляже как-то не очень много, А в воде вообще никого нет. О, мы так обрадовались, как здорово! Вот никого нет, Мы сейчас сами, мы будем здесь купаться, В этом море. И мы смело бросились в воду. И когда мы вышли, О, ужас! Что было с нами? Наше тело всё горело. Горело огнём. Потому как уже тогда, Вблизи берега, На расстоянии, Ну, наверное, От 10 до 50 метров, В воде были видны Странные, страшные создания, Особо ядовитые медузы. Они действительно были чем-то похожи на бомбы. Ну, это моё сравнение, Это я таких чувствую. И вот мы бросились туда, Мы не думали, Что вообще такие бывают создания. И они, конечно, Нас полностью, Нашу кожу опалили. И было очень больно. Было очень больно. Но интересно, Что с другой стороны Разлилось некий лиман Или озеро. Я не знаю, что это было. И оно, Та вода уже была очень мелкая, Но не такая ядовитая. И мы ложились, Легли в ту воду, Чтобы смыть себя. Эту ядовитую слизи, Или что это. Я не знаю, что это было. И, конечно, Получать удовольствие от этого Не приходилось. И было очень-очень удивительно. Но этому есть предпосылки. И я поняла, Почему это произошло. Сейчас просто я не могу В это углубляться, Потому что Есть Другое продолжение темы, Которую начал Семён. И это стихотворение Дворники Вселенной. Усердные дворники Вселенной, Чья участь Нечисть убирать, Из ткани жизни Многомерной жестоких войн Следы смывать. Они в контейнеры пакуют Души лжецов и подлецов, Ошибку допустить, Рискуя в итоге Внеземных судов. Неверный выбор направления Душ падших Нам грозит бедой. Не все подземные владения Становятся для них тюрьмой. Должно быть жестким наказание Душ разжигателей войны. Их извращенное сознание Опасней яда и чумы. Таких пакуют сверхнадежно Для встречи с чёрной дырой. При этом очень осторожно, Чтоб не вернулись В мир земной. Их чувства вылитые стали, А путь кровавая река. Двух в прошлом веке прозевали, И в нашем одного пока. Чистильщики планет Жалеют, что упустили подлеца, Но очень скоро Овладеют слепой душою Мертвеца. У каждого своя работа, Но на развилке всех дорог Не нужно людям верить чёрту, Там, где мирами правит Бог. Полностью согласна. Да, я хотела вам рассказать, Опять-таки, говорю бытовую историю, Но в каждой бытовой истории Есть подтекст, Скрытый подтекст. И здесь есть очень важная Такая деталь, На которую я бы хотела, Чтобы вы обратили внимание, Но я не буду её Как бы Направлять вас на неё. Я бы хотела, Чтобы вы сами Это почувствовали. Зачем я это рассказываю, Что я хочу сказать. Я постараюсь Как можно Кратким сделать мой рассказ, Потому что есть текст, И он, конечно, Самый главный в нынешнем моменте. И о чём я хочу сказать. О том, что в один из моментов, Это, по-моему, было два года назад, Да, два года назад, Мне захотелось сделать себе На день рождения подарок. И когда я стала думать о подарке, То вдруг мне пришла мысль Купить себе маленькую собачку. Но когда я начала смотреть, Сколько стоят собачки такой породы, Оказалось, очень дорого. И я не могла на тот момент Купить такую собачку. Однако, Мои поиски, Постоянные поиски, Где взять такую собачку, Именно на день рождения, Привели к желаемому результату. И вдруг я нашла объявление, Где очень недорого, Для меня доступная цена, Люди отдавали собачку. Я позвонила к этим людям, Они взяли трубку, Мы поговорили с ними, Сейчас постараюсь очень быстро, Но тут, Это не история про собачку. Они поговорили со мной, Я их спросила, Они мне выслали видео, Фотографии, В общем, Все, что могли. И на фотографиях он мне очень понравился. И я сказала, Да, я немедленно, немедленно хочу его взять. И тут оказалось, Что они находятся в Донецке. Ну, или почти в Донецке, Где-то рядом. Вот. Ну, по-моему, да, Именно в Донецке. На окраине Донецка они находились. Но я их спросила, А как мы можем как-то встретиться, Или пересечься, Или как мы можем делать. И тут этот человек мне говорит, Я вам привезу его в Запорожье. И вот в этот момент Я уже не могла ждать. И я сказала Руслану, Мы едем, едем за собачкой. Я очень хочу его. Это мой подарок на день рождения. Еще раз поговорила с хозяевами. Еще раз все уточнила. И так далее. В общем, поехали. Проехав 200 километров, Наша машина начала дымить. Из нее пошел черный дым. И это был ужас. Ужас, потому что надвигалась ночь. Было уже очень поздно. И наша машина остановилась. Но по Божьей воле, Где же она могла остановиться? Представляете? Остановилась она возле заправки. И там, слава Богу, Были молодые ребята, Которые начали толкать нашу машину По просьбе Руслана. И она завелась. Но Руслан сказал, Дальше ехать нельзя. Надо возвращаться. Вот обратно мы вернулись уже без приключений. Вернулись на этой машине, Из которой пошел черный дым. И фактически, да, Мы вот этой поездкой испортили машину. И я очень расстроилась. Расстроилась. Почему? Почему эта собачка не идет ко мне? Я еще тогда до конца не понимала вообще, Какая связь всего, что происходит. Позвонили опять мне эти хозяева. Я им сказала, Что у нас машина вышла из строя. И они как-то расстроились. И сказали, что вот уже как бы приготовились. И все. И собачка готова уже. Тогда я иду на отчаянный шаг. И я покупаю билет. И еду поездом. Поездом до Запорожья. И вот я встречаюсь с этим человеком, Который как-то странно смотрит на меня. И говорит мне, А вы меня ни о чем не хотите спросить? А я говорю, Я вас о многом хочу спросить, Но вы сами знаете, Что вы мне должны сказать. Пожалуйста, Все, что вы можете мне сказать про собачку, Расскажите. А он начал как-то мяться, мяться, мяться. Как-то странно себя вести. И говорит, Я дал собачке снотворное, Чтобы она спала. И для того, чтобы перейти границу, Там блокпост очень тяжелой. Я стояла там что-то 5 часов или больше. Не помню. Я дал снотворное. Ну, значит, снотворное. Спит собака. Мы в спящем состоянии берем. То есть мы, это я. Я беру эту собачку. Он смотрит на меня. И я его еще раз спрашиваю. Если вы что-то хотите мне сказать важное, То говорите. Он как-то странно меняется в лице. И быстро уходит. Я подумала, что человек расстроился. Очень привык к собачке. Переживает. И он ушел. И вот дальше я поехала на хортицу. Там, конечно, мне есть очень много чего рассказать вам. Что вообще там было. И что происходило. Я там была потом после этого еще два раза. Там очень серьезные вещи. Но дело не в этом. Сейчас я не хочу отклоняться от темы. И вот там на хортице я нашла действительно очень сильное место. И села там, чтобы отдохнуть. И открыла сумку. Вынула собачку. И тут я увидела, что эта собачка проснулась. Встал на ноги. И упал. Я не поняла вначале. Думаю, это, наверное, от снотворного. Он пьяный. Такой полупьяный. Вначале не поняла. Потом дальше он стал заплетаться у него. Как бы ходить он не может. Тоже не поняла. Думаю, все это передозировка снотворного и тому подобного. Потом положила в сумку. И поехала домой. Приехала домой. Поставила та же картина. То есть ходить он не может. Не может ходить. Падает. Конечно, у меня был шок. Я тут же позвонила к этим людям. И сказала, вы же хотели мне что-то сказать важное. Пожалуйста, скажите. Что случилось с собакой? Почему он так себя ведет? Он говорит. Нет. Ничего не случилось. Я говорю. Ну как же? Он же не ходит. Он говорит. Нет, он ходит. И тут же начинают высылать мне какие-то видео. Где он бегает. Где все. И начинают меня обвинять, что это я за полдня и за ночь сделала из собаки коллегу. То есть я виновата в этом. Я ничего не поняла. Еще раз начала писать. Умолять их. Скажите, пожалуйста, что с ним? Что с ним такое? В общем, никакого ответа нормального. Ничего. Еще раз говорю. Это просто аналогии. Собачка из Донецка. Люди, которые там, которые не отвечают на вопросы, которые, как я сейчас считаю, обманули меня. Дальше мы начали помогать этой собачке. Лечить ее и так далее. И какую же благодарность мы получили от этой собачки. Мы действительно, мы, ну говорю мы, я его действительно подняла на ноги. Он начал ходить. Ну, ходил, конечно, очень странно. Вначале как пьяный. Потом лучше, лучше. В общем, улучшалось его состояние. Но все-таки было видно, что у него травма головы. И я сразу, как только посмотрела на него, я сказала, он контуженный. Он в результате военных действий получил контузию. Опять-таки, спрашивая этих людей, ноль. Никакого ответа, реакции ноль. Я поняла, что у нас никто не может вылечить травму мозга и контузию, что нет таких специалистов. Мы пробовали, ничего не получалось. И вот так все-таки мы признали его инвалидом. И вот благодарность этой собаке, который ни с того, ни с сего, без какой-либо причины набрасывается на наших других животных, хватает их зубами, рвет, шмотует. И без причины. Когда он пошел уже на большую собаку, потом эта злость из него выходит, он останавливается. Останавливается только тогда, когда к нему применяют силу. Просто каждое мое слово соизмеряйте с ситуацией, которая происходит. Когда к нему применяют силу и прижимают его, вот тогда он успокаивается. В результате мы поняли, что его нельзя держать с другими животными. И от этих переживаний у меня появились другие собачки, которые я взяла уже для того, чтобы не переживать сильно из-за того, что этот инвалид. Вот. И сейчас речь о нем идет. Имя ему дали воинственное. Балибей. Все знают, что это турецкий военачальник. И вот далее. Для того, чтобы он не травмировал других животных и не травмировался сам, мы его держали отдельно, где создали ему абсолютно нормальные условия. У него была отдельная комната. И для того, чтобы ему не было холодно зимой и осенью, мы поставили ему там специальный безопасный обогреватель, чтобы ему было тепло. У него были условия. Все мы его выводили. Он гулял со всеми. А далее он там отдыхал. Он терпеть не мог, когда его будили, когда он спит. Вот тогда он мгновенно бросается. Вот. И, как я уже вам говорила, буквально за 10 дней или за 12 до начала военных действий, до начала войны, наша другая собака, щенок, белая собака, она разбудила нас в 4 утра, где-то в начале 5-го, и начала издавать странные звуки, бить по двери и все остальное делать. Мы начали ее ругать. Плохо себя ведешь. В общем, ругали-ругали до того, пока она не успокоилась. Через часа полтора где-то открыли дверь, и там, о ужас, все в дыму. И, как я уже говорила, у нас в доме, в той комнате, именно где был этот донецкий пес, именно там начался пожар. К сожалению, он погиб. Он задохнулся в дыму. Спасти его не удалось, потому что войти туда было очень тяжело. Руслан одевал и респираторы, и все, что угодно. Но, к сожалению, делали искусственное дыхание, что только они делали для него. Но он уже задохнулся. Конечно, если бы мы послушали другую собаку и раньше вышли, возможно, он бы остался жив. И вот к чему это веду. Это всю историю я уже рассказывала о том, что мы пережили пожар перед этим. И я тогда сразу поняла, что военные действия будут на территории Донецка. Что там будет вот такой черный дым, который даже на стеклах, стекла в доме, они лопнули от этого дыма. И поняла, что что-то будет происходить. Но я почему-то думала, что именно там они коснется всей территории Украины. И в завершение, к чему это все рассказала? К тому, что я поделилась на своей странице этой истории, что вот такое случилось несчастье. Причем непонятно, как произошло это возгорание. Провод был целый. Как могла загореться стиральная машина под названием Орион, до сих пор непонятно. Но самый главный момент, что пожар, он просто закоптел все стены и практически не нанес нам более никакого ущерба, кроме как лопнули стекла и закоптились все черные стены. Все остальное, все вещи, и все, все было целым. Так вот, к чему это рассказывал? К тому, что поделившись этим, мне написали его хозяева, с которыми я пыталась многократно по-человечески общаться. И вот, что же я узнаю после смерти, после того, что погиб этот пёс. Я узнаю, что эта собака действительно была контужена, как я сразу и поняла. Она сказала мне, что он был абсолютно нормальный, здоровый, крепкий, хороший, всё было хорошо с ним, да, он даже получил документы. И вот в один из дней, когда они гуляли по улицам, и всё было как будто нормально, раздался взрыв страшный, начали лететь снаряды, и он испугался настолько, что в общем, с ним произошло, вот, то, что произошло. Это она написала мне через практически полтора года. За эти полтора года, сколько я её не просила объяснить мне, что произошло, они меня реально обманывали. Они не хотели мне сказать то, что сказали в конце. Это я говорю о том, как настроены эти люди, но самое главное, самое главное, ради чего я так говорю, а самое главное, это то, что, конечно, они меня обвинили в смерти животного, хотя, как произошло возгорание, и это несчастный случай, мы до сих пор не знаем. И в том, что собака заболела, то есть получила контузию, травму мозга, они обвиняют Украину. И как я не пыталась с ними говорить, где у вас доказательства того, что это сделали украинские вооруженные силы, у них только один ответ. Да, это только они делают, да, это только они. И в общем, я почувствовала вот эту ненависть, в том числе и ко мне, которая взяла у них собаку больную, потратила столько сил и всего, и никакой благодарности, одни обвинения. Во всем виноваты Украина и украинцы. Вот это тот итог, которому, ради которого я все это хотела вам сказать. Невозможно людям, которым ты хорошо относишься, не имеешь никаких предвзятостей, общаешься нормально, а они в этот момент мыслят совсем другое, обманывают тебя и потом еще во всем тебя обвиняют. Это я говорю вообще о ментальном состоянии той территории и о том, что происходит сейчас. я конечно по какой-то причине должна была это сказать. И вот сейчас я знаю, что был опять обстрел Донецка и опять обвиняют украинские вооруженные силы и опять создают такие условия, чтобы люди там ненавидели нас живущих в одной стране на одной территории. Вот это реальность того, что происходит. и конечно я поняла, что там люди они не страдают логикой. У них абсолютно все алогично. У них во всем виноваты мы. Вот мы во всем виноваты. И они не задают себе никаких вопросов. Они не спрашивают зачем это делать Украине. Зачем Украине это надо в принципе если она желает воссоединение своей территории. Зачем Украине провоцировать вот это и множить это зло. И я думаю, что конечно это очень жесткие провокации для того, чтобы настроить население против той страны, в которой они живут для того, чтобы конечно же они все желали отделения и конечно же сейчас происходят все эти провокации со стороны оккупантов и захватчиков. И вот именно об этом я и хотела сказать, как ситуации с животными они могут отражать вообще всю ситуацию, которая происходит в стране. И как только меня стали эти люди обвинять, я им ответила только одним словом. А почему вы обманули меня? Почему вы обманули меня изначально? и где тогда для вас самих ответ на вопрос не обманываете ли вы сейчас обвиняя во всем меня и Украину? На этом я закончу свой рассказ. Возможно не все поймут его смысл, но для меня тут есть смысл отражения всего того, что происходит. И сейчас я хочу, друзья, как ни странно, прочитать молитву. Молитва, которая записана мной, и это молитва обращения к нашей Матери земной, Матерь земная, Святая Хранительница, дарующая и оберегающая, добрая и сильная, нежная и любящая, мы верим тебе, верим в то, что ты нас, твоих детей, лелеешь и оберегаешь, наполняешь и наделяешь здоровьем и силой, мы есть часть тебя, твоей силой, в тебе наши корни, мы единое целое, через наше единение, нашу взаимную любовь, придет благоденствие в этот мир, и все возрадуется, возвеселится, и свет, и слава станут наполнять пространство, великая родительница, да, будет мир твой соткан из любви. И так как я хотела вам еще прочитать свое видение будущего, развития событий, но смотрю, что лимит времени уже исчерпан, и потому я перехожу к чтению текста. Итак, текст, который был записан мной сегодня, и я прочитаю его вам. как я уже не раз повторял, мы ныне находимся так же, как и вы, в режиме военного времени, и потому все, о чем я могу говорить, касается всего, что мы переживаем, то есть событий, происходящих в настоящем времени, и потому именно в этом реальном времени жизнь ежесекундно ведет борьбу со смертью, которая, забирая часто неподготовленные к уходу души, не готовые покидать этот мир, не готовые умирать, но борьба в этом мире всегда сопряжена с риском потерь, и если этой потерей становится жизнь, то опыт души, которая так стремилась к познанию, именно этого мира будет остановлен или пресечен. Сейчас массово мы отмечаем переход душ, которые уходят в состоянии отчаяния и боли, в состоянии страданий и ощущений полной несправедливости, в состоянии отчаяния и невысказанности, в состоянии незавершения начатого и намеченного, или говоря обобщенно, в навязанном грубыми ситуациями состоянии жертвы, таковы принципы ныне совершаемого жестокого действия, которое ныне вы называете войной, и это так и есть, и это этот вой, есть крик матерей, сестер, жен, детей, отцов, братьев и мужей, а также исходит от самого духа планеты, и вы можете услышать и ее вой, ее крик, как последствия от грубых разрушительных действий землян. Вы создали многочисленные фильмы на военные темы, так называемые боевики, вы создали компьютерные игры с таким же форматом, но то, что происходит сейчас, это не виртуальный элемент представления или визуализации, это реальный вызов в реальном мире, антимира, миру божественному, ибо защищать мир и сохранять его, это священная обязанность всех представителей духовных миров. И еще раз повторю, что духовные миры никогда не рассматривают в качестве альтернативы возможность действовать, то есть одерживать победу военным путем или путем грубых действий насилия. Ни при каких обстоятельствах нападение невозможно и считается грубым преступным актом. Нарушение границ суверенных государств считается актом насилия, и все, кто подвергаются этому насилию, считаются жертвами. И потому помимо своей воли все, кто подверглись грубым действиям, уже являются жертвами. А мир духовный, как неоднократно повторял я, не приемлет жертв. Мы всегда были и будем на стороне обороняющейся, на стороне тех, кто защищает свою землю на стороне женщин и детей, то есть защищающих свое будущее от захватчиков. И я говорил, что эта земля и в прежние века и столетия не раз подвергалась нападению. Орды пришлых людей, кочевников, шли войной на мирно живущие народы с одной целью покорить, то есть сделать зависимыми, а непокорных лишить жизни, то есть убить, а также применить насилие, то есть применить свою грубую силу для подчинения безоружных и слабых, ограбить, опять-таки насильно забрать то, что им не принадлежит, применив свою буйную силу. Вам понятно, что война изначально преступное действие, которое приводит к полному нарушению законов и заповедей на планете, а это означает к смещению равновесия на уровне энергии, к определенному нарушению течения энергии самой планеты, и это грубое побоище происходит ныне на территории Украины, где мирные люди ежедневно и даже ежесекундно подвергаются нападению и рискуют своей жизнью. Это расшатывает всю планету, и потому создаются все возможные попытки за счет грубых действий опустить планету вниз, то есть понизить ее вибрации настолько, чтобы лишить шанса и возможности на восхождение. Темные миры отчаянно сражаются за недопущение подъема планеты на более высокий уровень, на котором подобные действия, унижающие жизнь, будут невозможны. Темный мир сражается за свое существование и желание быть здесь, в этом мире, управляя при этом земными душами, не допуская приближения момента восхождения и отдаляя как можно дольше намеченным самим творцом этап расцвета или золотой век человечества. но несмотря на потери с обеих сторон, именно души преступников удается просеять и заключить ныне в особый слой для перепроверки их деяний, для определения им меры пресечения. В таких жестких условиях идет просеивание душ, идет проявление многих и тот выбор, о котором я так часто повторял, ныне ярко проявлен. И те души, которые попали в горнило жестоких событий, имеют многие шансы для проявления своей истинной сути, для выявления своей и только своей позиции. Но период войн на планете должен быть остановлен. Это очевидно и безусловно. Очевидно, что террор одного народа над другим также должен быть пресечен. Еще еще раз повторю, насилием в любой области человеческого бытия невозможно добиться нужного результата, ибо подчинение это девиз той силы, которая ныне нарушает законы, избрав девиз «Разъединяй и властвуй». И это позорная сила захватчиков, нарушителей покоя и мира, которая за всю историю человечества не раз вмешивалась в спокойное течение жизни мирных землян, нарушая их жизнь своими грубыми действиями. Орда шла на мирные народы и племена, она собирала свою воинственную силу во имя своего желания властвовать, во имя нарушения мирного течения жизни, во имя подчинения грабительства на основе паразитизма. И потому этим грубым и жестоким действием ныне должен прийти конец, воздаяние направляется уже на совершивших злодеяния, но есть и те, кого можно назвать пособниками, и в настоящий моменте времени говорить с ними в стадии неспособности адекватно оценивать события, в стадии нарушения многих божественных принципов и основ невозможно. Но были и делаются ныне многочисленные попытки для помощи им, для снятия искусственно созданной завесы, однако те, кто находится за ней, не желают знать правду, видеть реальную картину происходящего, им удобнее находиться в придуманном для них мире иллюзий и оправданий, и повторять внедряемые им ключевые слова из информационного лжепотока. В таком случае явно видимо, что им приятней находиться в упоительной для них лжи, чем открыть глаза и увидеть жестокую картину того, что происходит в реальном времени. И такая ситуация есть изначально продуманный акт, при котором все, кто участвует в создании лжекартины зазеркалья, становятся соучастниками событий, и потому несут в полной мере ответственность за все происходящее. Ныне в искривленном пространстве им трудно разобрать, что им показывают, что навязывают, а навязывают им опять-таки лжеобраз или ту подготовленную заранее идею, которая связана с разрушителем этого мира, ибо никогда те, кто нарушают покой мир, не могут быть правыми, они всегда есть нарушители законов и виновники многих преступлений, в том числе и ничем не оправданных убийств и жестоких насилий. И безусловно, что кара в свой час настигнет преступников, кара за все содеянное, кара коснется и их рода, и народа, и поздно будет каяться в моменте воздаяния и покаяния ныне есть важный шанс для спасения и помощи душе, ибо это добровольный акт признания своей вины и сопричастности к происходящему для выведения этих энергий и освобождения в первую очередь своей души от них, а также помощи духу рода и народа. Если покаяние не происходит в моменте, когда события только произошли и многое можно еще остановить и не допустить дальнейшего развития событий и жертв, то сам акт покаяния может не иметь большей силы, силы упреждения или пресечения остановки грубых действий. Акт покаяния это важнейшее действие, которое может стать актом признания своей вины, то есть признание преступления и это уже другой уровень, позволяющий получить помощь для очищения и освобождения. Я говорю о том, что пока человек ощущает, чувствует внутренний дискомфорт в моменте происходящих событий, он может и должен максимально досконально и объективно разобраться в происходящих ситуациях с целью остановки вначале в себе и оправданий многих грубых действий или событий и признания своей сопричастности на уровне единого энергополя, в том числе и молчаливого недеяния, то есть косвенной своей вины в происходящих событиях. И этот акт освобождает от перехода в стан противников и нарушителей законов многие души. И ныне важный момент, момент истины для многих и многих душ, момент точного определения своего места, своих действий, которые ведут или к Творцу Созидателю, или к Владыке этого мира, управляющим ныне когортой, добровольно примкнувши к нему душ. Все происходит в стадии определения и по закону свободы воли. И лишь по этому закону душа делает выбор, за кем она следует, кому она молится, кому обращается. И большинство и не ведает, что в молитве используют канал разрушителя, того, кто ныне управляет этим миром и держит их души. в полном контроле. Задача поставлена слишком серьезная и для многих душ слишком трудная, но решить ее обязан каждый. И на определение будущего мира, и определение будущего вашего мира, мира, где будут жить ваши дети, ныне в ваших руках, на каких основах и принципах будет оно построено, зависит от вас. И потому в этот важный момент, момент определения, каждый по своей или не по своей воле становится участником событий. Каждый, даже не ведая об этом, берет на себя ношу восстановки или же развитии многих тяжелых событий, берет по родовой линии, по сопричастности за тем или иным представителем своего рода. И потому отсидеться где-либо не удастся. Душа все равно причастна к этому выбору, она его делает или тайно или явно. Помните, что есть линейные или явно происходящие события в вашем мире, а есть то, что пока невидимо человеческому взгляду и новостным сводкам. И это событие на уровне мира энергии, который первичен. И хотите вы это признать или не хотите, но эти события играют свою важную роль. В нынешнем частотном коридоре трудно понять до конца, о чем я говорю, но вы выросли, вы безусловно стали взрослыми, и теперь можете вместить то, что я желаю сказать. Еще раз повторю, зрите в корень, там скрывается зло, там начинается прикорневая гниль, которая может привести к потере этой цивилизации, и этого допустить невозможно. Помните о главном, во всем, что происходит, ищите зерно истины или суть происходящего, вой страданий, и боли отражаются на всем мире, и особенно ранит тонкую душу земли, она очень ранимая и чувствующая, она лишь принимает на себя удары от последствий человеческих действий, берегите землю, берегите души людские, не разрушайте их позорными и грубыми действиями, ныне вместе мы действуем, в моменте остановки, пожара, войны, ныне мы делаем все возможное и невозможное в рамках законов, но вы, люди, вы способны заявить о своей воле, вы способны определить свою судьбу и судьбу вашего мира и вашей цивилизации, и пусть это определение будет во благо земли, человечества и вселенной и да будет так учитель христос 7.06.2022 года вот я прочитала текст вете я не сумела его до конца прочитать поэтому может быть не так хорошо прочитала как хотелось бы мне, но я думаю суть понятна и конечно я благодарю вас всех друзья за поддержку за то что вы есть за то что вы поддерживаете сейчас поддержка очень и очень нужна и все таки в завершение мне бы хотелось дать вам послушать музыкальные звуки песни это мой дом крюсь ящик и от их стоят скакер немного лучше одним за нас страшно другим за себя стидно они смотрят крись ящик по ящику лучше видно но если я верю то нет все на фронте мы летаем в войне в интернете знаешь если выпадет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч, дорогие друзья!